всем привет сегодня я хочу поговорить о порядке в жизни я думаю многие из вас сталкивались с тем что у него просто каша в голове вы не знаете за что взяться вам кажется что вас куча тел и на фоне этого может возникать даже некоторые тревожность так вот мне это чувство очень знакомо и поэтому сегодня я хочу поделиться простыми способами которые позволяют мне навести порядок своей жизни и ощутить легкость первый пункт из этого точно стоит начать это убрать пространство вокруг себя ведь именно окружающее нас пространство влияет на мыслительные процессы в нашей голове чем чище пространство вокруг чем тем чем чем тем чище наши мысли поэтому очень важно избавляться от этого визуального беспорядка чтобы беспорядка не было в нашей голове второй пункт также связан с окружающим пространством это избавиться от вещей которыми мы просто уже не пользуемся которые не приносят нам удовольствие и счастье потому что такие вещи просто складируются мы захламляем свой дом такими вещами и как говорится чем больше вещей мы имеем тем больше ответственности мы имеем поэтому такая ответственность может очень грузить нас сами того не понимая мы чувствуем тяжесть своей голове и просто какой-то беспорядок поэтому избавиться от вещей которыми вы не пользуетесь очень помогает избавиться от беспорядка в вашей голове очень хорошим примером является гардероб я сама сейчас планирую разобрать гардероб потому что меня это уже очень сильно грузит что у меня есть вещи которыми я просто не пользуюсь и это действительно создает такую камушек на моей душе который висит тяжелым грузом поэтому я и вам советую избавиться от того что просто вам не нужно третий пункт и это мой самый любимый потому что он работает на все 100 это сесть взять листок бумаги взять ручку и просто начать мозговой штурм то есть выписывать абсолютно все что вас беспокоит будь то какие-то дела дедлайны или например вы откладывали походка врачу может быть у вас есть какие-то невысказанные мысли к близким людям и все это вас тревожит поэтому потратьте час или полтора или может быть весь день но вы пишите абсолютно все что вас беспокоит о чем вы думаете изо дня в день и поверьте увидев все это на бумаге это перестанет вас пугать вы просто поймете что какие-то задачи вовсе устарели то есть вам это уже не нужно делать а вы просто по привычке это переносили изо дня в день что-то вы выполните с легкостью ближайшие пару дней то есть избавитесь от свой мозг о мыслях об этом а что-то вы просто выпишите и начнете постепенно выполнять то есть этот способ очень классно работает я советую его выполнять регулярно кому-то понадобится раз в неделю кому-то раз в месяц зависит от того насколько быстро у вас вот этот беспорядок возникает в голове следующий пункт это на пару дней избавиться от фонового шума что я подразумеваю под фоновым шумом это могут быть какие-то сериалы какие-то фильмы пролистывание социальных сетей в общем когда вы делаете все лишь бы не концентрироваться на своих делах на своих проблемах вы просто пытаетесь себя отвлечь но это не решает ваши проблемы не решает ваш хаос в голове это просто вас отвлекает и в дальнейшем становится все хуже и хуже от того что у вас накапливаются невыполненные задачи поэтому просто пару дней побудьте со своими мыслями побудьте в спокойствии отвлеченными от всего следующий пункт вытекает из предыдущего это избавиться от источников лишней информации то есть например вы следите в инстаграме за каким-то человеком который каждый день выливает на вас просто кучу информацию не нужны вам у вас нагружаются из-за этого мозги вы думаете зачем мне это вообще отписаться от каких-то рассылок например рассылок магазинов которые каждый день присылать у нас скидка а ты не забыл того а ты не забыл все и ты каждый раз отвлекаешься на эти мысли во первых во вторых ты можешь просто неосознанно совершить какие-то покупки которые тебе не нужны и в третьих это просто создает мусорку в твоей голове осознанно подходи к тому какую информацию ты потребляешь шестой пункт это начать вести дневник со своими делами на день неделю и этот способ очень хорошо позволяет разгрузить свой мозг отдел которые тебе нужно выполнить ближайшее время и даже если вы не привыкли вести дневник или этот формат вам не очень нравится все-таки когда вы испытываете такую тревожность за беспорядок своей голове попробуйте хотя бы одну или две недели вести дневник записывать все ваши дела на завтра на послезавтра то есть вы имеете это расписание вы знаете что вас ждет что вас ожидает вам не нужно это хранить голове вы просто там утром и вечером взглянули ага ничего не забыл все идет по плану все идет по порядку и это очень расслабляет и приводит свои мысли в порядок и последний пункт это некоторая смена обстановки лучшим примером является спорт бег танцы в общем физическая активность я не знаю каким магическим способом она работает но действительно когда я занимаюсь спортом я очень отвлекаюсь я не думаю ни о чем то есть это такая некоторая медитация которая позволяет отпустить просто все свои дела из головы не думать о них а быть моменте и вот заниматься спортом и после этого я уже с чистой головой могу приступать к своим делам с большим энтузиазмом это были основные способы по наведению порядка в моей голове я очень надеюсь что они вам помогут подержите меня пальцем вверх мне будет приятно и увидимся следующем видео пока пока